Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Гружковский Янтай, 21 августа Непрерывное грохотание от отступающих обозов Линия всех этих обозов вытянется верст на 40 С востока их охраняют от натиска к уроке 20 наших конных полков С юга сдерживать будет первый корпус барона Штакельберга Придел этот корпус, но боевая слава его высоко стоит Вчерашнее неудачное дело 54-й дивизии Исправил прежде всего отряд генерала Мищенки Из двух конных полков и 20 орудий Когда дивизия расстроилась и начала спешно отходить Образуя брешь, через который бросились было японцы Казаки Мищенки спешились и, образовав цепь, открыли по ним огонь Огонь и очень удачный открыли и 20 орудий И настолько удачный, что японцы отступили Если бы в это время находились в распоряжении генерала Мищенки Пехотные части, то он бросился бы в атаку Вскоре на помощь подоспел первый корпус Но японцы выдвинули такую массу войск Что ясно стало, что держаться здесь мы не можем В результате, как уже известно, общее отступление Какое настроение сегодня? Как-то такое, что и говорить никто ни о чем не хочет Но жить надо, и угрюмо каждый делает свое дело Нет времени рассуждать, надо уходить И нас ждет большая опасность, если нас отрежут Слух, что третьего дня к уроке предлагал перемирие Но командующий будто бы ответил Не минуты отдыха Говорят, что наместник едет сюда И его приезд связывают с вопросом о перемирии И даже о мире Но какой же может быть мир теперь? Ерунда! Не только не мир, но, напротив, затяжная война Появились японские прокламации В них заявляется, что их, японцев, здесь очень много И борьба с ними бесполезна Нас где втрое больше, но мы в двадцать раз дальше живем А по этому расчету выходит, что их, японцев, в шесть раз больше, чем нас Мы желаем, говорят они, жить с вами в мире Но вам нечего здесь сделать Если бы мы даже и не побеждали вас То и без этого Ваше дело здесь безнадежно проигранное Потому что безнадежна мысль покорить китайцев Они так устойчивы в своих расовых особенностях Что в конце концов покорят всякий народ Который вздумал бы их проглатывать Даже безо всякой войны А просто в силу своей пяти тысячелетней организации и массы У вас же, где, кроме Манчжурии, много и земель, и дела у себя на родине Вы, где это, и сами сознаете, и оттого и деретесь так плохо А потому, кончается воззвание, мы просим вас, чтобы не проливать даром кровь Бросайте оружие и уезжайте домой На востоке затихла перестрелка Да и на поле редко и лениво гремят отдельные выстрелы Раненых почти уже нет К вечеру трогается наш поезд С тоской и ужасом смотрю в сторону янтайских копий На эти бесконечные поля Гаоляна Какие драмы теперь там в них происходят Со всеми теми ранеными, которые не могут идти или ползти сами Со всеми теми беглецами, которые, не зная дороги Или блуждают бестолку в этом гаоляном лесу Или уже попались в руки хунхузов И переживают теперь свои последние часы, минуты, мгновения, мук и страданий Тихая, теплая ночь спускается над округой И мне рисуется страшное лицо И я с пальцем молчания на устах Она не расскажет никому ужасных тайн своих А по обеим сторонам поезда Все тот же непрерывный треск Непрерывно движущихся обозов И все кажется, что это все та же Ружейная трескотня Кажется, это и двум ротам, дошедшим до станции Шахе и спящим там Кричит кто-то дико во сне «Стреляют! Японцы! Обошли!» И две роты вскакивают Одни бегут, другие хватаются за ружье Стреляют, бросаются в штыки К нашему приезду все успокоилось На платформе лежит мертвый, приколотый штыком унтер-офицер Куда-то поместили 19 раненых Потом рассказывал инженер пути и сообщение лебедев Что во всю эту кошмарную для русского бойска ночь Тревожно спали все Мало спали А в их саперном батальоне дважды была тревога Дважды кричал часовой «Кто идет? Кто?» И отчаянный крик «Разводящий!» В темноте слышен шум Крик проснувшегося батальона Бегут полуодетые офицеры с шашкой через плечо «Там, там, в Галяне! Ради бога! Только не перестреляйте друг друга! Лучше совсем не стрелять!» А тревога растет, передается другим частям И весь громаднейший обоз, идущий по трем дорогам По десять в ряд, волнуется Вот-вот вся эта громада собьется и спутается так, что и двигаться дальше не сможет И все-таки В общем, все прошло удивительно благополучно И специалисты говорят Что этот марш из Ляояна в Мукден Попадет в историю по своей грандиозности и стройности отступления Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание «Товарищество Маркс» 1916 год Продолжение следует...